друзья всем привет значит якобы в городе харькове уже все хорошо и наше управление патрульной полиции решила пополнить казну а как это сделать нужно все вернуть как было до войны и выпустить пеших патрульных которые будут стоять на одной точке и тупо клепать постановы знаете на кого на пешеходов смотрите они не предупреждают не предупреждают и вот так вот все это происходит я то я был здесь сереже как как и все которые должны быть а а шо вы стоите тут постановы клепаете потому что именно в этом месте право дорожного движения ну как и копы как и копы копы а что копы а вы где ты пропадаешь ты был армию не забрали не повестку а чё ты не пошел ну так мог бы уволиться и пойти как нормальные полицейские то ты же не пошел очка ну правильно нет а подожди ты мне задал вопрос я тебе объясняю чё ты не уволился не пошел родину за а я вот ты меня я тебе отвечу на то вопрос а я бы езжу туда я говорю я езжу туда когда у меня есть коридор ты сам понял чё пизданул я же не могу каждый божий день ездить потому что мне надо где-то солярку найти мне где-то нужно продукты питания найти мне нужно деньги как-то собрать а ты мне тут такой стоишь деловой отдел форму и стоишь людям просто выпишусь постановку я людям помогаю как во время войны как до войны как и после войны помогаешь? да помогаю сейчас именно помогаешь? я это делаю регулярно а вот ты вот ты занимаешься хернёй и такой вопрос задал понимаешь почему я не варю я не пришел в полицию не стал моим керевником я думаю что если бы стал твоим керевником ты бы просто не смог бы работать ну может так встань и расскажи что надо работать поэтому ты бы не смог приходь и расскажешь что надо работать не в полиции работать а как ты например правильно? не надо с меня я чем могу я тем помогаю ты же подаешь приклад а ты мне задал вопрос почему не в армии вот у меня такой же встречный а ты же видишь ты же как говоришь я же здесь работаю да нет ты бы уволился пошел бы туда и потом бы мне уже рассказал тихо 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 сейчас дрочило говорить бой тихо какого службовца мы выдаем кого вы выдаёте? повестки? а что ты выдаёшь повестку а не сам там? ну потому что у тебя очко жмёт правильно ну таки всё таки ну так давай серёжа давай смотреть правде в глаза не надо не рассказать ты видишь ты сам говоришь я выдаю повестку а что ж ты сам себе не возьмёшь не выпьешь повестку и не пойдёшь туда то что ты улыбаешь вопрос здравый вопрос только в другом кто будет в городе порядок поддерживать я смотри он пытался меня чем-то там напугать чем-то это а я тебе рассказываю смотри у вас много полицейских которые во время войны уволились и сейчас там и так вот я этим полицейским и наш коллега помогаю всем чем я могу только помочь молодец так что ты помогаешь понимаешь? но это я не афиширую не ну ты не афишируешь ты не афишируешь ты не афишируешь в хороших делах и так ясно только вопрос если вся полиция уйдёт на ноль напередок кто здесь будет поддерживать? да ещё раз объясняю если бы ты хотел бы ты бы не думал а кто? а что? ты бы пошёл как некоторые сделали но давайте вы не будете уходить от ответа так подожди не думать если не думать это же оно ничем хорошим не заканчивается думать всегда надо ну почему другие не волнуются а вы именно волнуетесь кто тут будет? но у меня к тебе конкретный вопрос полиция вся уволилась и пошла на ноль мы не будем говорить о всех мы будем кто больше всего как Серёжа рассказывает мне а почему я не в армии не знаю что это рассказывают это те кто полиция уволилась остался город без полиции все ушли на ноль ещё раз говорю такого не будет во априори во всей вселенной не будет такого допустим ситуацию полиция уволилась ушла на передок кто будет поддерживать порядок? есть метро кто будет оплаживать? мародеров градунов ещё раз объясняй если бы ты хотел посмотри я нормальный вопрос задаю если бы ты хотел ещё раз говорю ты бы не думал об этом ты думал первое что нужно защитить нашу родину и найти тех блять негодяев которые ворвались в смысле найти? они же не прячутся как они не прячутся они переодеваются и прячутся знаешь об этом? в каком комплекте? тот кто на нашу землю уступил да конечно не прячутся они же заходят стреляют их убивают они же не прячутся пи***** как мне ещё теперь? кто ты не посмотришь? ты хочешь провоцировать или ты хочешь на ослабовься? ну ты же скажи уже оказала КЖБ ну так ты же скажи скажи что ты не уволился и не пошёл вот так вот скажи я же тебе уже вид пою ну мне не надо же по 10 раз ну так вот именно я тебе поясни то что ты не сможешь пойти туда давай мы будем понимаешь ты не сможешь потому что здесь здесь безопасней для тебя послухай здесь безопасней то что где-то там безопасней где-то опасней это уже инша справа пойду я туда или не пойду это уже так так а что ты тогда людям выписываешь? что ты тогда людям? ты же не имеешь выписывать висковые просто выписываю они с нами там иногда проводят там свои там заводы а знаешь что из таких как ты выписывают повестки? это кто-то не хочет туда идти вот и всё и таких поверь я много с нормальными полицейскими общаюсь я тебе рассказываю я тебе рассказываю я тебе рассказываю он говорит да я тебе не позволяю какие какие ездят туда и так само на ноль и приезжают сюда и так само они чергуют в вискоматах и потом они так само это обычные висковослужбовцы которые так само ходят и выписывают повестки так всё нам нужно идти я думаю вам так само а что уже всё вы уже не будете штрафовать никого? ты же можешь сам тут попередживать людей зачем? зачем мне это делать? ну а что ты как ты вот с гаищника превратился вот такой вот я не могу понять ну был гаищником я не превращался ну ты превратился был гаищником стал вот таким вот с рюкзаком ебать я когда рассказываю про тебя твоим бывшим коллегам они говорят Серёжа сошёл с ума с ним говорит мы даже не можем разговаривать нормально потому что у него что-то в голове перевернулось он не пошёл в ГУНП я ж повинен с кем-то разговаривать я не понимаю я с твоими бывшими коллегами бывшими гаищниками которые находятся в ГУНП в райотделах при райотделах в следственных там группах они говорят мы не знаем что его подвигло пойти в патрульную полицию ну конкретно кто это ну давай я не буду фамилии называть зачем зачем ты знаешь а я тебе скажу что други например мои коллеги наоборот хотели попасть в ГУНП но нет возможности не они пошли в ГУНП как раз они пошли а я тебе скажу других моих коллег которые хотели и кажут что ты правильно сделал что ты что ну так кого меня слушаться я должен всех послушаться или я сам должен принять такие службы так а что уже все вы уже написали штрафы сколько вам сегодня 15 пацанов надо 15 пацанов надо чтобы 2 часа срулить а зачем эта информация да потому что эта информация уже у меня есть и она открыта а зачем тогда спрашивать если есть да может сегодня меньше надо написать 3 человека каждый по 15 должен написать 3 человека каждый по 15 нифига себе 45 пацанов нормально 15 пацанов нормально а нельзя а нельзя просто предупреждать просто попарать животных ну да просто до того момента когда я приехал вы писали постановы а сейчас а сейчас смотри ты считаешь ты какой-то фактор который на что-то влияет а при чем тут я не ну ты утверждаешь пока меня не было вы писали я появился писать перестанет ну а при чем здесь ты ну так что так резко появляет ну почему так все резко изменяется что конкретно ну сейчас вы писали постановления как я пришел вы не пишете постановления так они и дальше будут писаться и что ну давай мы посмотрим вы же в рамках закона должны это все делать а как иначе конечно а как иначе делать в общем друзья вы все сами прекрасно видите то что происходит у нас во время военного положения вот это тут Сережа это бывший гаишник пошел в патрульную полицию за ним тоже есть грехи за ним есть все и он просто делает то что он делает он просто постановлен поэтому как то так без толку стоять разговаривать вы же видели что он нес так что как то так